Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Вопросы легализации бизнеса в Дагестане. С рабочим визитом в республику прибыл министр экономического развития Максим Решетников. Дагестан. Лучший знаток книги «Благонравие праведников» получит ключи от квартиры в Махачкале. Начался всероссийский конкурс на знание книги. Рогатый транспорт везет туристов. В Махачкале запущен экскурсионный троллейбус. Накануне в рамках рабочей поездки Дагестан посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Он вместе с в Рио главой республики Сергеем Меликовым и представителями правительства обсудил вопросы легализации бизнеса. Также на заседании Максим Решетников рассказал о планах по развитию региона. Подробности расскажут наши коллеги. Бизнес должен выйти из тени. Его легализация – один из главных вопросов, обсуждаемых на заседании. Предприниматели республики обязаны платить налоги. Ведь именно с этого начинается защита прав населения, достойная зарплата, пенсии и социальное развитие региона в целом. А весь этот процесс должен контролироваться налоговой службой, отметил Решетников. И отдельным вопросом здесь я бы выделил вопросы легализации того бизнеса, который сейчас на территории региона присутствует, развивается на территории региона. Но, конечно, нам надо приложить усилия, с одной стороны создать условия, с другой стороны убедить предпринимателей в том, что время работы, что называется, по-старому прошло, что нужно легализовывать трудовые отношения, что нужно обеспечивать трудовую защиту работников, что нужно платить налоги. В том числе или в первую очередь налоги, эти все попадают в региональные бюджеты, также идут на развитие региона. И, конечно, вот эта легализация сама по себе, она должна дать толчок новому инвестиционному процессу. Потому что здесь Северный Кавказ мы рассматриваем как самую потенциально быстрорастущую точку роста на карте страны Кавказ. По словам в Рио главы Дагестана, самая болевая точка для нашей республики – это инфраструктурные ограничения, некачественное водоснабжение, отсутствие очистных сооружений и перебой с электричеством. Практически в каждом муниципалитете Дагестана люди не понаслышке знакомы с этими проблемами. Если в других субъектах есть, допустим, одна история с ограничениями, в другом субъекте другая, у нас присутствуют все. И в сфере топливоэнергетического комплекса, и в сфере водоснабжения, и в сфере водоотведения. Поэтому качественное водоснабжение населения республики, водоотведение, включая строительство махачкалинского коллектора, вопросы, связанные с подачей качественной чистой питьевой воды и воды для хозяйственных нужд, для нас это очень важно. Кроме того, для нас важна нормализация в сфере топливоэнергетического комплекса. Главный ресурс для любого региона – это активная молодежь. Правительство ставит задачу определить, какая структура экономики будет к 2030 году, сколько молодежи будет иметь рабочие места и какие проекты нужно реализовать для них. На данный момент в республике существуют инвестпроекты на 50 тысяч рабочих мест. Но, по словам участников заседания, этого недостаточно. Те молодые люди, которые выходят на рынок труда, они понимали, у них было соответствующее образование, они понимали, что на этом рынке труда их ждут рабочие места, и эти рабочие места находятся в регионах Северного Кавказа. Это большая работа. Она подразумевает, что нам нужно с вами посмотреть и максимально мобилизовать все возможности, которые здесь есть. Наталья Ханбабаева, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Махачкала готовится к осенне-зимнему периоду. В мэрии города детально обсудили вопросы теплоснабжения столицы. Особое внимание было обращено на проблемные участки тепловых коммуникаций. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в первую очередь акцентировал внимание на объектах социального значения. Как оказалось, некоторые тепловые подстанции находятся в плохом состоянии. Вместе с этим было решено сохранить централизацию теплоснабжения и реконструкцию неэффективных котельных. На мероприятии присутствовали представители ОАО «Махачкала-Водоканал». Мэр напомнил им о недопустимости срыва графика по смене ветхих сетей. По всем затронутым вопросам, градоначальник определил сроки исполнения и обозначил ответственных специалистов. Проверить все дома не соответствует условию. Соответственно, идешь в архитектуру и в порядке самоконтроля отменяешь разрешение. Или даешь время застройщикам вместе с архитектурой в соответствии с тех условиями привести в порядок сети, насосные и все остальные инженерно-коммунальные инфраструктуры. И заодно проверяем, каким образом Водоканал и Дагенерго выдали тех условия, рассчитанные на три дома, на десятый дом. В поселке Семендер завершается асфальтирование улицы Таркинская. Ее протяженность более километра. Два асфальтоукладчика произвели бесшовную укладку асфальта. На соседней улице Махачкалинской идет установка бордюрного камня и подготовка оснований для укладки твердого покрытия. Одновременно в поселке Семендер проводят ремонт восьми улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в столице отремонтируют 96 улиц. На улице Таркинская и на улице Махачкалинская очень благодарны жителям, когда мы только приступили к работам оперативно, оперативно в порядочной день свои кондиционные водопроводные сети. На сегодняшний день и в последующем по этой улице проблем с водоснабжением и водоотведением не будет. Все начатые работы в этом году запланированы до конца ноября. Муфтия Дагестана шейха Ахмады Афанди посетил министр по земельным и имущественным отношениям республики Заур Эминов. Цель встречи – тесное сотрудничество с духовенством республики. Заур Эминов отметил весомый вклад религиозных деятелей в сохранение мира и стабильности в обществе. Я, правду говоря, от проблем не боюсь. И когда такие сложные вопросы, нет у нас привычки отходить, избегать, слушаться, не слушаться – их тело. А нам надо всегда быть на передовой линии, помогать людям в любых ситуациях. Основной принцип, который я для себя, например, определил при назначении на должность – это постараться быть справедливым. Постараться. Вот тогда Аллах помогает. Совершенно. Спасибо. Когда с нашей стороны мы стараемся, это уже достаточно. Аллах помогает. А если Аллах не старается, не помогает. Мад Аханде, как можно у вас не учиться? Вот такой мудрость. Вы говорите, хотите учиться. Вот именно на ваших постах, на ваших словах, вот буквально за те пять минут, которые мы с вами общаемся, вот искренне вам говорю, вот такая нравственность, такая благодать, на самом деле. И аура, как у вас хорошая. Спасибо вам огромное. Стартовал всероссийский конкурс по книге «Благонравие праведников». В нем принимают участие десятки тысяч людей. Всего предусмотрено три этапа. Главный приз – каркас квартиры в Махачкале. Подробности расскажут наши коллеги. Первый этап конкурса «Благонравие праведников» проходил во всех населенных пунктах страны. Лучших знатоков книги отбирали по тестовым заданиям. Пришли участвовать как взрослые, так и дети. Каждому конкурсату предоставляется ручка и лиски с заданиями. Наличие шпаргалки, книги и телефонов строго воспрещается. Остается рассчитывать только на свои знания. На местах проведения конкурса соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Участники обрабатывают руки, надевают маски. Во время проведения конкурса за порядком следят волонтеры. Сегодня у нас конкурс проходит в виде тестов, 30 вопросов. Максимально упрошен первый этап. Для того, чтобы все могли, все, кто хотят, чтобы на местах могли принять участие. Во второй этап уже будут проходить каждый десятый участник данного конкурса. Конкурс проводится для всех, без каких-либо ограничений. Принимают участие люди и других конфессии. А также люди с ограниченными возможностями. Не зря чем зачитывают вопросы волонтеры. Как сейчас нормально идет? Какой вопрос? 22-й, да, уже? Машалав, машалав. Пусть Аллах поможет. Да, Аллах, чтобы ты выиграл. Для участия в конкурсе с женщинами организованы отдельные помещения. Первые участники начали подходить после 9 утра. В течение 40 минут они отвечали на вопросы. После 40 минут все работы были сданы. Сейчас проходят итоги конкурса с нашими волонтерами. В конкурсе всего приняли участие около 15 тысяч человек со всей страны. Один фиолетовый, другой розовый. Фиолетовым я выделяла высказывания людей, а розовым термины. С арабского на русский, чтобы знать. И потом уже в этой книге читала конкретно то, что выделяла, так намного легче. Вайфхак, если что. Конечно, хочется выиграть, но, как папа говорит, главное участвовать и для параката что-то. Любого, для каждого человека, вне зависимости от какого-то статуса, это очень полезная книга. И плюс, наверное, в том, что она является на сегодняшний день, какие есть у людей болезни, душевные болезни, она именно это раскрывает. Второй этап конкурса пройдет 15 августа в городах и районах центрах. Финал запланирован на 22 августа. Организатором выступает муфтият региона. Духовенство преследует одну цель – улучшить нравы населения. Наш муфтий Ахмад Афанди, которого знает как благонравного, как мягкого человека, составил данную книгу, собрав из более чем 30 источников, чтобы приобщались к благому нраву. И уже, будучи носителем благих нравов, воспитывали других, семью, родных, близких. Изучение истинных духовных ценностей, формирование правильного мировоззрения в умах нашего населения будет способствовать дружбе, единству, которым всегда отличался наш народ, народ нашей великой страны. Лучший знаток книги «Благонравие праведников» получит ключи от квартиры в Махачкале. Призеров также ожидают ценные подарки. Но самое главное, отмечают организаторы, участники унесут с собой бесценный багаж знаний. Хамзу Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В столице Дагестана начал работу экскурсионный троллейбус. Маршрут по городу на нем занимает 4 часа. За это время туристам предлагается посетить и осмотреть множество объектов. В программу экскурсии входит посещение Джума-мечети, музейного комплекса «Россия. Моя история», русского театра, городских парков и других объектов. На всем маршруте туристов сопровождает гид, который рассказывает историю города и значимых объектов архитектуры. Напомним, первым туристом на маршруте стал мэр Махачкалы Суаман Дадаев. А сегодня гости нашей столицы уже вовсю пользуются удобной новинкой. У нас не было в городе экскурсионного маршрута. Мы вот запустили троллейбус, чтобы показать достопримечательности нашего прекрасного города. Будем показывать, развивать не только гостям, но и махачкалинцам, и школьникам Республики Дагестан, чтобы они знали наших поэтов, чтобы они видели наши музеи. Все достопримечательности, которые у нас очень много в Махачкале. Двое дагестанских боксеров Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев завтра проведут полуфинальные бои на Олимпиаде. Гаджимагомедов на этой стадии проведет поединок против двукратного чемпиона океане Дэвида Ника, представляющего Новую Зеландию. Начало боя после шести часов утра по московскому времени. Батыргазиев встретится с бронзовым призером последних двух Олимпиад, трехкратным чемпионом мира Лассара Альваресом из Кубы. Начало этого боя примерно в 12 часов дня. Отметим, что в случае проигрыша в полуфинале Олимпийского турнира спортсмены автоматически станут бронзовыми призерами. Дагестанские футбольные команды возглавили турнирную таблицу по итогам второго тура первенства «ФНЛ-2». Накануне «Динамо» одержала свою вторую крупную победу. Со счетом 3-0 была разгромлена «Алания» из Владикавказа. Дублем в составе махачкалинцев отметился Давид Бегулаев и еще один мяч на счету Рамазана Абдурагимова. Также еще три очка в свой актив добавили и футболисты столичного легиона. Дома на стадионе «Динамо» они одолели «Есентуки» со счетом 3-1. Голами за хозяев отметились Курбан Курбанов и Шамиль Садулаев, забившие ворота соперника дважды. По итогам двух туров обе дагестанские команды имеют в активе по 6 очков. Добавим, что клуб «Анджи» игру второго тура проведет сегодня вечером. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.